Ответственные чиновники Свердловского Кагмина потянулись в поликлинике, чтобы привиться от сезонного гриппа и первым для укола подставил левое плечо вице-руководителя оперативного штаба по ковиду Павел Креков. Спасибо большое. Что всем рекомендую? После вакцинации вице-губернатор получил справку о прививке и в комментариях сообщил о том, что в отличие от прошлого года, в этом сентябре сезонный грипп пожаловал раньше срока. И двое свергловчан уже пострадали от него. Быть третьим Павел Владимирович никому не желает. Тем более, что в область уже поступило более миллиона доз антигриппозной вакцины. Миллион триста вакцин уже поступило у нас в лечебные учреждения, в том числе 300 тысяч – это детские вакцины. Речь идет о вакцинации против сезонного гриппа. Это традиционная вакцинация. В прошлый сезон мы вакцинировали более 66% всего населения области. Это в том числе дало нам возможность прожить напряженный эпид-период практически без проявления сезонного гриппа. Условие одно. Дистанция между этой прививкой должна быть в пределах месяца по отношению к прививке от коронавируса, либо завершении заболевания коронавируса. По словам чиновника, в этом осеннем сезоне привиться от гриппа можно будет и в мобильных пунктах вакцинации. Но лучше это сделать в стационарных условиях и совершенно бесплатно. Все категории получают эту вакцину бесплатно и дети, и взрослые. Она уже поступила во все лечебные учреждения, в том числе детские, есть во всех муниципалитетах. Поэтому можно прийти в свои районные поликлиники. Вакцинация будет происходить и на предприятиях, и в образовательных учреждениях, медпунктах. Вакцина достаточно комфортна с точки зрения температурного режима, хранения. Областной министр здравоохранения Андрей Карлов с гриппозной вакцинацией тоже тянуть не стал. Министру даже не пришлось снимать галстук и белую сорочку без рукавку, чтобы получить положенную дозу препаратов «Лю-М». Главный по Свердловской медицине чиновник медлить не стал не только потому, что должность обязывает. Для убедительности он вспомнил уместную по осени расхожую среди заграничных эскулапов присказку о вирусах и бактериях. Эта прививка хорошо тренирует иммунитет в плане борьбы с инфекционными заболеваниями, таким как грипп. Тот из французских врачей сказал, что вирусы выносят приговор, а бактерии исполняют его в действии. Так вот, чтобы вирусы не вынесли приговор, надо прививаться. Губернский министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков из тех чиновников, которым в руководящем кабинете некогда рассиживаться. Подконтрольный его ведомство участок работы всегда и везде на открытых пленэрах, где дождливо и ветрено, и простуду с гриппом можно подхватить возле каждого бордюра. До ноября в рамках национального календаря в нашей области нужно привить от сезонного гриппа не менее 65% свердловчан. Субтитры делал DimaTorzok